Диана Шилова Диана Шилова Казанский университет – один из старейших вузов России, был основан еще в 1804 году указом императора Александра I. Более 70 лет после основания Казанский университет оставался самым восточным, главным научным центром не только Поволжья, но и Кавказа, Приуралья и даже Сибири и Дальнего Востока. В этих стенах были образованы известные научные школы и сделаны выдающиеся открытия. Здесь Николай Лобачевский разработал нейвклидовую геометрию, Карл Клаус открыл химический элемент рутений, Александр Бутлеров предложил теории строения органических соединений, Евгений Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс. В 2010 году Казанский университет получил статус федерального, а в его состав включили еще шесть вузов Татарстана. Численность студентов возросла с 10 до 44 тысяч человек. Именно в этот момент в состав Казанского университета были включены и два педагогических вуза, что дало мощный импульс развитию педагогического образования в КФУ. На базе университета открылся институт психологии и образования, в котором на сегодня обучаются более двух с половиной тысяч студентов. Педагогическое образование в последние годы оказалось на периферии образовательной системы нашей страны. Казанский федеральный университет представляет собой уникальный пример того, когда присоединение двух педагогических университетов к федеральному университету позволило трансформировать систему подготовки учителей и придать ей новый импульс. Более того, в Казанском федеральном университете подготовка учителей с 2016 года стала одним из четырех приоритетных направлений развития. Объединение классического университета с двумя педагогическими открыло уникальные возможности для подготовки учителей. Теперь студентов обучают не только по классической системе, но и по распределенной. То есть учителей-предметников теперь готовят в профильных институтах. Совместная работа структурных подразделений Казанского федерального университета, психологов образовательных организаций, руководителей практики от образовательных организаций, учителей-предметников, самих магистрантов позволяет нам получить особый, я бы даже сказала, синергетический эффект от нашей совместной деятельности. Наши магистранты преуспевают в разработке, организации и оценке новых проектов, связанных с образовательной деятельностью. Наши магистранты осуществляют качественный научно-исследовательский поиск с порождением нового знания. Наши магистранты умело управляют образовательным процессом. Важным элементом подготовки специалистов в Институте психологии образования является практика. Прежде всего, эта работа непосредственно в школах, а также на различных трансляционных площадках внутри университета. Практическая подготовка проводится в лучших учреждениях города Казани образовательных, в лучших школах, таких как IT-лицеи, IT-лобачевского, 6-я гимназия и ряд других школ города Казани. Необходимо отметить, что IT-лицеи и лицеи имени Лобачевского являются структурными подразделениями Казанского федерального университета. Прежде чем отправить студентов на практику в школу, их готовят к работе с детьми в так называемых творческих мастерских, где будущие учителя-предметники составляют программу своих уроков. В этом году созданы творческие мастерские по физике, где мы готовим студентов, подготавливаем их к педагогической практике, к работе в школе. Творческие мастерские, они по-своему уникальны. Здесь студенты творят физику, они выполняют лабораторные работы, сочиняют эти лабораторные работы, потом они делятся своим мастерством, своими успехами. Для тех же, кто готовится к работе с совсем маленькими детьми, в Институте психологии и образования создан Центр практик дошкольного и начального образования. Бакалавры и магистры уже в настоящее время имеют такую возможность работать и быть в реальной ситуации начальной школы и детского сада. Данный Центр, он состоит из небольших кабинетов, в которых наши студенты проводят занятия, отрабатывая все современные технологии и методики, связанные с начальной школой и с дошкольным образовательным заведением. Это такие технологии, как ведическая арифметика, ментальная арифметика. Это такие технологии, которые связаны с реализацией зарубежного опыта, такие как методика Шичиды для дошкольного образования. Это, например, такая технология, которая позволяет научить современных наших студентов о работе по рисованию с идеями правополушарного рисования. Казанский федеральный университет сегодня готовит преподавателей для работы во всех звеньях образования, от дошкольного до высшего. Что же касается психологического направления, то оно представлено в институте кафедрами общей, педагогической психологии, психологии личности, кафедры дефектологии и клинической психологии. Если до последнего времени мы готовили специалистов только для системы дефектологического образования, то есть мы готовили специалистов, которые будут работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья в коррекционных учреждениях, то в последние годы мы готовим специалистов для работы в общеобразовательных школах, в которые теперь уже поступают учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы перед нами поставили еще более серьезную задачу подготовить систему работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, которые до последнего времени считались необучаемыми. Институт психологии и образования – это не только крупнообразовательный, но и научный центр. Здесь ведется множество актуальных исследований как по психологическому направлению, так и по педагогическому, а также на стыке этих направлений. В числе таких исследований – разработка программ адаптации для детей-мигрантов. Мы пришли к выводу, что, конечно, нужна и научная работа по изучению стратегий адаптации и социализации детей-мигрантов, и в том числе нужно изучать готовность современного учителя к работе с детьми-мигрантами, и в том числе систематизировать имеющиеся технологии обучения и разрабатывать новые. Данные исследования ученые КФУ ведут совместно с Университетом Майами. Также среди международных научных проектов Института психологии и образования можно отметить исследования в области мультикультурной подготовки учителей, проект по разработке модели подготовки педагогов в университете и исследования в области новых технологий обучения на базе роботизированных систем. Сейчас мы выходим со своими проектами уже на международный уровень, и тот факт, что в этом году мы вошли в топ-300 среди 50 тысяч университетов мира по education, специализируясь именно на подготовке учителей, говорит о том, что мы на верном пути. Сочетание уникальных образовательных технологий, практики, а также научной базы позволяет готовить не просто учителей, но и исследователей. Именно в таких кадрах, готовых идти в ногу со временем, сегодня и нуждается система образования. Нарина Сережина, хотела бы непосредственно услышать от вас, что из себя представляет Институт психологии и образования, и в чем непосредственно его плюс при поступлении, ну что лучшее здесь есть, в отличие от других педагогических вузов? Спасибо за вопрос, добрый день, уважаемые абитуриенты, родители, все, кто нас сегодня видит и слушает. Я хочу сказать, что Институт психологии и образования является ключевым звеном в области педагогики и психологии Казанского федерального университета. И как вы уже видели на представленном видеоролике, наш институт занимает первое место в мире по педагогическому образованию и 94 место в Европе. То есть на сегодняшний день мы вышли на очень высокий уровень по педобразованию. В частности, в нашем институте готовят таких специалистов, как психологи, это классическая психология, готовят психолого-педагогическое направление, это у нас детская практическая психология, это лечебная педагогика и психологическое консультирование, это новое направление, которое будет вести набор в этом году. Также у нас специально-дефектологическое образование, такие профили, как логопедия и специальная психология. Также у нас, в частности, педагогическое образование, это в целом дошкольное образование, это подготовка, значит, воспитателей в детских садах и начальное образование, это учителя начального звена. Но у нас очень большая магистерская направленность, то есть магистратура у нас из 25 программ магистерских, из них 4 программы это психологической направленности, это у нас психология в бизнесе, консультативная психология, психология семьи, семейное консультирование, психология состояния человека. Две магистерские программы, это по психолого-педагогическому образованию, это у нас такие магистерские программы, как практическая психология в образовании, потом у нас такая программа, как работа с одаренными детьми. Специальное логипедическое направление, вот специальная психология, это у нас две магистерские программы, о них подробнее расскажет Инна Владимировна Кротова. И у нас 15 программ по педагогике, которые включают в себя работу педагога не только в целом как педагог, но и профильные предметы. То есть это обучение педагогического образования в области физики, в области математики и компьютерного моделирования, IT-технологии, биологии, общество знания, история, ОБЖ, ну и так далее, и химия в том числе. Для таких магистрских программ, как образование в химии, образование в физике, у нас подготовлены специальные классы, где наши магистры проходят обучение, готовятся к своим методикам преподавания того или иного звена в области химии или физики. И также могут строить лабораторные работы, представлять их, то есть это очень интересно. Также у нас имеется блок начального дошкольного образования, где тоже магистры могут продемонстрировать свои навыки работы в области педагогики начального и дошкольного образования. Также у нас имеется и ликотека, где магистры наших специально-дефектологического образования тоже свои методики и навыки разрабатывают в области дефектологического образования, логопедии тоже. Инна Владимировна об этом скажет. В целом в области педагогики у нас Раминия Шамильевна в общей сложности может рассказать о этих направлениях педагогического образования. Ну, в общем, учиться у нас очень интересно, познавательно. И если у кого-то есть какой-то интерес в области педагогики, добро пожаловать к нам в нашу магистратуру, в частности, педагогического образования, психологического профиля и так далее. Инна Владимировна, не могли бы дополнить про психологию непосредственно? Направление специальное дефектологическое образование предполагает выпуск специалистов по направлению логопедии, специальной психологии. Логопедия — это как раз область речевых нарушений, специальная психология — это уже область нарушений развития. И магистрские программы, они затрагивают те же самые сферы, но более глубоко, да, знания получаемые уже более академичные и уникальные. Одна из магистрских программ — это технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основная профессиональная деятельность — это профессиональные компетенции, которые получают магистранты в процессе обучения. Это диагностика девиаций. Девиация — это отклоняющееся поведение, то есть все, что связано с определенными рисками, получается, да. И другое магистрское направление — это нейропсихологическое сопровождение в образовании. Здесь основные профессиональные компетенции, навыки будут связаны с получением и умением использовать нейропсихологические методы в образовании. То же, то, что связано с областью и психического развития, и речевого развития. И в целом, получается, это магистрское направление, оно знакомит с теми особенностями, которые объясняют причину возможных нарушений в поведении, нарушений в развитии и вообще особенное поведение. То есть инклюзия сейчас стала более широкое понятие. Здесь не всегда вещи связаны именно с нарушениями или с отклонениями, но и вещи, которые связаны с особыми потребностями. Например, гениальные детки, они тоже нуждаются в уникальном, профессиональном, узкопрофессиональном сопровождении. Вот, наверное, основные особенности и то, что можно получить в рамках нашего направления образования. И, Ремля Шамильевна, хотелось бы услышать от вас пару слов. Ну, что касается педагогики, Институт психологии и образования осуществляет подготовку педагогов для всех уровней образования. Начиная с дошкольного образования, включая начальное образование, общее образование, дополнительную и даже лечебную педагогику. Специалисты, которые направлены на сопровождение детей, на профилактику социальных отклонений. В целом, подготовка педагога в нашем институте, основное кредо подготовки — это педагог, который может вести за собой. Педагог, который может вдохновить, и педагог, который может адаптироваться, трансформироваться и быстро найти оптимальный, эффективный способ передачи не только знаний, навыков, а именно развитие личности ребенка, потому что сейчас найти информацию, найти знания для детей не составляет труда. Самое главное — развить индивидуальность ребенка, сопровождение личности ребенка. И даже если обратить внимание, современные изменения, которые связаны с пандемией, показали то, что педагог должен в короткое время перестраиваться, найти, осваивать быстро современные технологии, перестроить свою методику преподавания. И вот эти все аспекты учитываются при подготовке наших педагогов. И надо отметить то, что очень большое внимание обращается не только на социально-культурную жизнь наших студентов, которые включают студенческая весна, лучшая академическая группа и научная деятельность наших студентов. Потому что в числе участников шестого международного форума, который до сих пор еще продолжается, мы видим наших студентов, которые наряду с зарубежными учеными, наряду с ведущими учеными могли представить свои исследования, могли окрепнуть и найти свое направление для того, чтобы найти себя, реализовать себя как научного деятеля, возможно, как практика. И вот эти все аспекты учитываются при подготовке педагогов. Конечно же, следует обратить внимание, что помимо классических направлений мы также осуществляем разные специальности. Допустим, дополнительное образование и английский язык, лечебная педагогика и психологическое консультирование, превентология, то есть профилактика социальных отклонений. Многопрофильность вообще всех магистрских программ и всех бакалавриатов имеет целью трудоустройство наших выпускников. Для того, чтобы наши выпускники по окончанию вуза нашли себя в разных сферах, могли реализовать и не разочаровывались в той профессии, которую они выбрали, чтобы та работа, которую они выполняют, та профессиональная деятельность была для них важной. И вот то, что они получали при обучении в институте, нашло практическое применение, нашло в их жизни ценность, потому что очень важно для человека найти себя в профессиональной деятельности, реализация в профессиональной деятельности. И вот подготовка педагогов, в целом, ну и педагогов-психологов основывается вот на таких принципах в нашем институте. Нарина Сережина, не могли бы обозначить, сколько в этом году бюджетных мест, по каким направлениям, либо в общем, по бакалавру магистратуре, и какова стоимость обучения в этом году? Конечно, с удовольствием. Единственные, наверное, будут минусы, разочарования для направления психологии в этом году. У нас на бакалавриате, к сожалению, не будет бюджетных мест. Вся психология классическая, только договорная. И стоимость обучения порядка 142 тысяч в год. Если быть точнее, то это 141 тысяча 800 рублей. Это годовая стоимость обучения. Стоимость обучения в этом году, по сравнению с прошлым годом, не изменилась в связи с определенными, как вы понимаете, событиями в стране и в мире в целом. Оставили на том же уровне. И поэтому, то есть, никаких изменений в плане оплаты не будет. Оплачивать можно будет в два этапа. То есть, первый этап, когда абитурент получает на личной страничке своей рекомендацию о зачислении. То есть, там он может сразу заключить договор и проплатить 50% стоимости обучения сразу. И следующие 50% обучения он оплачивает до 1 декабря. Что касается других профилей. То есть, у нас на специально-дефектологическом образовании, в частности, на логопедии у нас 20 бюджетных мест. Логопедия имеет и заочную форму образования, на заочную форму образования 30 договорных мест. Бюджета на заочной форме образования в этом профиле нет. Что касается специальной психологии, то это бакалавриат 17 бюджетных мест и на заочке 13 бюджетных мест. Клиническая психология, это клиника психологическое сопровождение ребенка и семьи. Там 19 бюджетных мест на этом профиле. Заочного образования данный профиль не имеет и 25 договорных мест. Классическая психология, как я уже сказала, это 50 договорных мест. Детская практическая психология, это на направлении психолого-педагогическое образование. Там бюджетных мест 20. Дополнительное образование и иностранный язык, это 25 бюджетных мест. Начальное образование и иностранный язык, 25 бюджетных мест. педагогическое образование дошкольное образование на бакалавриате 20 бюджетных мест начальное образование это заочная форма образования там 25 бюджетных мест что касается магистрских программ то у нас в этом году магистратура по психологии имеет дневное образование программа психология в бизнесе там 8 бюджетных мест в магистрские программы такие как консультативная психология психология семьи семейное консультирование состояние человека там только договорная основа это 15 минимальная но 25 максимальное места количество места пед образование у нас вальируется от 15 до 12 бюджетных мест то есть это если говорить о магистратуре пед образования и психолого-педагогического профиля и профиль специально-дефектологического то там надо конкретно подходить каждой магистрской программе потому что определенная магистрская программа имеет определенное количество мест варьируется она от 15 до 12 минимум 12 максимум 15 бюджетных мест а стоимость обучения не изменилась как для очного так и заочного да как для очного так и для заочного заочная у нас бакалавриат это 50 тысяч 50 тысяч 400 рублей магистратура и значит психология которая будет у нас на заочке это 57 тысяч 600 рублей в год то есть ценовая политика не поменялась на единственное что я могу еще добавить относительно поступления то на я могу сказать что для наших абитуриентов из лицея флобачевского и айти лицея если у ребят не будет хватать 20 баллов до порога на бюджет им по приказу ректора дается скидка в размере 20 процентов то есть на оплату своего обучения вот такие вот нюансы у нас в этом году новшества в приемной кампании для наших ребятишек которые заканчивают наш бакалавриат непосредственно лицея лобачевского и айти лицея прекрасный подарок да ну и такой же приказ у нас имеется для тех магистрантов которые являются призерами олимпиад я магистр кфу и имеют то есть тоже там у них получается что они на бюджет не могут попасть а они попадают только на договорную основу у них тоже 20 процентная скидка в плане оплаты образовательного процесса и на воде на вопрос к вам клиническая психология чем отличается от классической психологии придется рассказать клиническая психология специалисты именно этого направления они работают с области уже где человек не может справиться самостоятельно с теми проблемами с которыми сталкивается то есть психолог он конечно он консультирует готов выслушать тех кто идет навстречу кто понимает что ему возможно где-то хочется достичь профессионального роста саморазвития возможно справиться с какими-то семейными неурядицами область же клинической психологии эта область уже где человек понимает что есть определенные проблемы но требуется все-таки четкие инструкционные и более плотная поддержка специалиста тут общая психология это консультация клиническая психология это там где уже нужна более сильная ну действительно да поддержка сопровождение то есть в медучреждении возможная работа или же нет клинический психолог работает до чаще всего тех центра но это все равно и не психиатр и не психотерапевт то есть это в любом случае отдельное направление отдельная профессиональная область да но больше с теми центрами где действительно уже медицинская клиническая помощь самый главный вопрос наверное который волнует всех абитуриентов как в этом году будет проходить вступительные экзамены а вступительные экзамены будут проходить дистанционно надо зарегистрироваться на сайте к фу буду студентом пошагово заполнить анкету прикрепить сканы своих документов подать заявление и участвовать в конкурсе приходить подавать документы очно в этом году не не обязательно то есть нет такого у нас все будет дистанционно проходить и в личном кабинете соответственно отслеживать все смотреть заходить смотреть если рекомендации к зачислению если какие-то вопросы о секретарей технических секретарей приемной компании потому что на есть и неправильно будет заполнена анкета технические секретари будут выходить на связь а чаще это бывает также либо в личном кабинете либо на почту которую абитуриент указывает и просить давать какие-то рекомендации для того чтобы были внесены поправки в заполненную анкету это будет проходить на какой-то специальной платформе или как но это будет проходить на платформе буду студентом да да я говорю про сам вступительный экзамен вступительные экзамены а непосредственно вступительные экзамены вступительные экзамены ну да скорее всего будут проходить на либо microsoft teams либо zoom либо на нашей платформе которая будет представлена приемной компанией то есть это будет специальная платформа об этом будет написано то есть инструкция будет дана полностью и по моему она уже сейчас есть эта инструкция в частности для иностранных граждан она есть на сайте казанского федерального университета на сайте приемной компании по инструкции можно уже заходить и иностранные студенты они уже с 22 июня начинают вступительные испытания то есть у них уже для тех кто желает поступить на контрактную форму обучения уже с 22 июня будут вступительные испытания прокторинг там у них будет вот это вот все они будут сдавать вступительные испытания показывать значит фотографию в паспорте с лечения значит личности будет то есть это все будет очень так строго и соответственно как требует законодательства российской федерации сейчас всех напугаем это хотелось бы услышать когда у нас основные даты приема просто сегодня если не ошибаюсь утра мишустин сказал то что срок с 20 июня уже перенесен вступительных экзамен а вроде 20 июля хотела бы точную дату вы имеете ввиду вступительные испытания то что или подавать документы а подавать документы с 20 июня ничего не поменялось как и было в прошлом году с 20 июня начинает работу приемная компания то есть все кто ранее был зарегистрирован на платформе буду студентом уже 20 июня открывается доступ приемной компании и они могут смело подавать заявление на то или иное направление которое они выбрали хотелось бы услышать сложно ли учиться на дефектолога и какая практическая подготовка есть сложно ли учиться когда интересно наверное до определенной сложности есть потому что нужно знание и получаете перерабатывать и создавать новые продукты исследовательский продукт практическая подготовка все практики которые у нас есть они проходят специализированных учреждениях то есть в любом случае знакомство с любыми видами нарушений и речевых нарушений нарушений психического развития в процессе обучения можно познакомиться и поработать но в рамках той компетенции до учебно-профессиональной деятельности получается то есть это во время летней практики лишь во время обучения даже во время во время обучения да потому что практика может проходить до школьных образовательных учреждениях школьных образовательных школах получается специальных школах то есть то что непосредственно встроено в учебный процесс конечно это все во время учебного года что из себя представляет направление дополнительное образование плюс иностранный язык какая специфика обучения чему непосредственно учит дополнительное образование детей это вся система но любой ребенок практически посещает какой-то кружок секцию музыкальное образование до музыкальной школы вот это огромная система которая называется дополнительное образование детей и педагог который должен работать в этой системе первую очередь это конечно творческая направленность да потому что не любой педагог не любой студент или не любой абитуриент хочет там преподавать чисто академические знания быть предметником потому что все таки есть те которые хорошо поют и хотят жизнь связать с тем то что передавать эти знания до вокальные знания или же либо же обучать спорту заниматься детьми вот именно вот этих кружках и студенты которые у нас обучаются по данному направлению мы их профессионально готовим для работы вот именно в системе дополнительного образования эта отрасль она очень большая в плане вот трудоустройство потому что у нас система дополнительного образования детей в россии она очень разные клубы секции кружки музыкальные школы она может быть пришкольные разные могут быть дополнительно образовая отдельные вот эти дворцы спорта дома творчество и плюс к этому направлению у нас еще идет иностранный язык это английский язык для того чтобы была возможность опять же найти себя на рынке труда и в то же время преподавать английский тоже творчески можно довести вот кружок английского языка поэтому тут специальность такая то которая позволяет так скажем овладевать точнее реализовать свои и творческие амбиции в то же время получать такое академические знания какие особенности во время обучения на педагогическое направление то есть вот модульные классы еще что то есть где-то оттачивают свои непосредственные навыки ну помимо классических форм которые методов которые мы используем там лекции семинары практические занятия сейчас нами практикуется огромное количество вину инновационных форм это перевернутый класс то же самое там цифровое обучение да вот дистанционная основа дистанционного обучения и организовывая таким образом мы наоборот даем студентам пощупать вот то есть методика не только в словах и в теории методика вот именно пощупать практически и и даем возможность там допустим организовать фрагменты урок до организовать мастер-классы и конечно же это в течение там подготовки четырех или пяти лет практика насыщенная в образовательных учреждениях которые вот позволяет раскрыть ту сущность которой они должны будут заниматься и практику непосредственно могут проходить в учебных школах лицеях точнее казанского федерального университета конечно помимо вот если мы говорим про дополнительное образование английский язык то студент конечно проходит прав практику в домах творчества и ну это потому что касается специфики подготовки а какие другие специальности допустим лечебная педагогика психологическое консультирование конечно это наши лицеи которые вот являются нашими так скажем инновационными площадками для прохождения практики наших студентов наряду сережного не могли бы рассказать что какие в особенности есть у студентов казанского федерального университета то есть там общежитие стипендии и так далее да наши студенты и в том числе абитуриенты которые поступают в казанский федеральный университет обеспечиваются все общежитиям то есть стопроцентное обеспечение общежитиям идет эта деревня универсиады это общежитие студенческого городка а те на первом курсе до сдачи первой сессии первокурсники все без исключения получают стипендию академическую если не ошибаюсь это в размере от 1860 рублей по-моему из коллеги вот может знают у них они являются кураторами групп может у них более точная информация но тем не менее они все получают стипендию и соответственно в социальную стипендию получают студенты потом а есть соцподдержка это в департаменте молодежной политики у нас имеется соцотдел который тоже нуждающиеся студенты приносят определенный пакет документов и получает соцподдержку то есть все это казанский федеральный университет в том числе и наш институт обеспечивают студентов полностью стопроцентно я могу к тому же еще классная активная студенческая студенческая жизнь она всегда очень для тех студентов кто этим занимается очень активно и интересно и я считаю что но наверное каждый студент должен через это пройти это участие в суд весне это участие во множественных мероприятиях которые проводят как университет в целом так и наш институт у нас свои определенные мероприятия у нас мы ежегодно отмечаем день рождения нашего института поскольку это вновь образовавшийся институт при объединении при слиянии вузов когда произошло мы ежегодно отмечаем на базе нашего института ректоровская елка проходит где активное участие принимают наши студенты они непосредственно сами ставят сценарий спектакли пишут сами спектакли ставят то есть это очень интересно и я думаю что нашим студентам это очень нравится и они довольны и они с удовольствием принимают участие во всех этих мероприятиях еще научная деятельность тоже у студентов очень интересная потому что ну вот наши студенты и в частности магистранты по программе ирасмус они ездят зарубежный обмен с зарубежными значит вузами партнерами то есть это очень интересно и в принципе довольно интересно насколько магистрских программ одновременно можно подать заявление на три магистрские программы одновременно можно подать направление и не только магистрские программы и на три направления бакалавриата можно подать направление может ли можно ли точнее одновременно учиться и на психологии и на дефектологии можно если на одном направлении то учишься на контракция на втором на бюджете или два контракта, если есть возможность оплачивать, пожалуйста, это не возбраняется. Но при этом надо учитывать, что одно направление должно быть на дневной форме обучения, а второе заочной форме обучения. Как будет проходить поступление абитуриентов, которые окончили среднее специальное образование? Среднеспециальное образование, то есть это те абитуриенты, которые окончили колледжи и они будут поступать на базе нашего университета, сдавать вступительные испытания. Вступительные испытания они будут сдавать по профилю подготовки, это если психологическое, психолого-педагогическое и специально-тефискологическое направление, клиническая психология, у них базовым является биология, математика профильная и русский язык, а педнаправление это базовое профильное общество знания, профильная математика и русский язык, соответственно. Три предмета обязательно. Можно ли перевестись в институт психологии и образования с другого направления или же вуза? Что для этого нужно? Ну, во-первых, перевестись, естественно, можно. Для этого надо посмотреть академическую разницу и, соответственно, при успешной сдаче академической разницы человек переводится на то направление и в тот вуз, который ему интересен. Но надо учитывать единственный нюанс, не всегда можно перевестись на бюджетные места, потому что бюджет, сами понимаете, он очень ограничен, студенты, которые учатся на бюджете, они дорожат своими местами. Естественно, бюджетных мест практически свободно не бывает, поэтому на контракт, пожалуйста, можно перевестись при сдаче академической разницы. Похоже, немного не уловили наш вопрос наши зрители. К тем, кто сдаёт ЕГЭ, нужно ли сдавать вступительные или только тем, кто поступает после колледжа? Те, кто сдаёт ЕГЭ, они сдают по баллам ЕГЭ поступают, а те, кто закончил колледж, они сдают вступительные испытания на базе нашего университета. И ещё раз давайте обозначим, как в этом году будут проходить экзамены вступительные. Просто очень такой вопрос про аспирантуру касаемо. Это будет дистанционно то, что и как? Вы знаете, вот, к сожалению, аспирантура — это та область деятельности, которая больше научный спектр, да? И мы, честно говоря, вот я аспирантурой не занимаюсь. То есть я работаю больше с бакалаврами и с магистрами. Что касается аспирантуры, насколько мне известно, то это будет проходить в сентябре, в августе, в сентябре вступительные испытания. Но, скорее всего, учитывая сегодняшнее положение, наверное, тоже будет дистанционно. Точно сказать не могу. Это лучше поинтересоваться в отделе аспирантуры непосредственно нашего федерального университета. Очень странный вопрос. В КФУ есть несколько основных структурных подразделений. Институт фундаментальной медицины и биологии, институт психологии и образования и так далее. Каждое подразделение считается как отдельным или, в общем, это, наверное, в случае поступления на нескольких направлений? Вопрос. Наверное, да. Да, вы знаете, здесь, скорее всего, если студент собирается поступить на направление психологии и на какое-либо из медицинских профилей, почему? Потому что экзамены ЕГЭ одни и те же практически, то он может сдавать на два профиля, либо в медицинский и один наш, либо на два наших и один в медицинский. То есть более трех заявлений он подать не может, потому что в целом это КФУ. Какие вступительные экзамены предусмотрены на направлении технологии профилактики и коррекции девиации у лиц ОВЗ? Сколько в этом году бюджетных мест на данное направление? Так, это у нас 14, это магистратура, это магистрская программа, там 14 бюджетных мест, будут проходить дистанционно. Значит, там у нас будет тестирование и плюс мотивационное письмо. Если при очной форме поступления это было собеседование, то ввиду того, что сейчас это у нас дистанционно проходит, то абитуриент будет сдавать тесты и писать мотивационное письмо или мотивационное интервью, как еще это называется, для того, чтобы определиться, почему он хочет именно на это направление поступить. И есть ли бюджетные места на заочное отделение в этом году? На заочное отделение куда именно есть бюджетные места? К сожалению, не обозначили. Можно в общем? В общем бюджетные места имеются на заочном отделении, да. У нас на логопедию нет на заочке бюджетных мест, на остальные направления у нас бюджетные места есть, и нет бюджетного места на магистрской программе педагогика высшего образования на заочной форме обучения. И хотелось бы узнать, какие экзамены сдают иностранцы при поступлении на психологию? Иностранцы, если поступают на контрактную форму обучения, они сдают два экзамена по выбору, то есть это будет биология, естественно, потому что это профилирующая предмета, и либо математика, либо русский язык уже на выбор. А те, которые хотят на психологию, но у нас психологии бюджета нет, там вообще желающие поступить на бюджет, иностранные граждане, они сдают уже три предмета. То есть там есть направление, то это общество знания, математика и русский язык, если это психолого-педагогическое образование, то это биология, математика и русский язык. Что из себя представляет направление логопедия и как проходит обучение? Это, наверное, иностранных вам вопрос. Это вам вопрос, да. Как я уже ранее сказала, эта область связана именно с речевыми нарушениями. То есть всё, что связано с речевыми нарушениями, как у детей, так и у взрослых, получается, у лиц с ограниченными возможностями здоровья, то есть это и развитие, вот, так скажем, можно использовать метафору, да, это, получается, у нас сфера или среда развивающего обучения. Ну, в принципе, это коррекционная педагогика, получается. И всё, что связано, какие инструменты есть, какие методы, получается, да, какие сложности возникают в процессе корректировки, получается, нарушений, именно речевых нарушений, всё это в процессе обучения как раз со всем знакомятся, и как и теоретическая база получается, и практическая база тоже, то есть есть освоение практических навыков. Я думаю, это был наш последний вопрос. Вы смотрели InstaLife с Институтом психологии и образования Казанского федерального университета, и на вопросы бетриентов сегодня отвечали доцент кафедры педагогики Касимова Рамиля Шамилевна, координатор приёмной кампании Института психологии и образования Путулянна Рене Серёжина и доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Кротова Инна Владимировна. С вами была я, Диана Шилова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова